Стань на защиту своего бизнеса и защите права на труд. Такие листовки подготовил профсоюз предпринимателей. Их сейчас раздают в разных районах. Таким образом, ЧПшникам разъясняют, во сколько обойдется установка и обслуживание кассового аппарата. Предлагают объединяться и добиваться отмены введения регистраторов расчетных операций. Без кассового аппарата работаете? А знаете, что должны вводить с 1.07? Я слышала. Я слышала. Пожалуйста, своему руководству дайте и пусть они звонят, связываются с нами. Изменения в налоговый кодекс приняли в конце прошлого года. С 1 июля нынешнего предприниматели, у которых годовой оборот до 20 миллионов гривен, и штат сотрудников больше 10 человек обязали установить кассовые аппараты. А со следующего года регистраторы расчетных операций должны появиться и у предпринимателей с годовым оборотом до 1,5 миллионов гривен, и штатам сотрудников меньше 10 человек. Такой оборот, например, у небольших магазинов. Также кассовые аппараты должны поставить предприятия, которые оказывают услуги, например, парикмахерские или медучреждения. В профсоюзе предприниматели уверяют, такое новшество большинство бизнесменов не потянут, ведь малый и средний бизнес сейчас на грани рентабельности. А кассовый аппарат обойдется от 6 до 14 тысяч гривен, плюс затраты на подключение и ежемесячное обслуживание. Предприниматель мелкий должен нанять, соответственно, бухгалтера иметь. Бухгалтер от 600 и выше берет гривен. За обслуживание ежемесячного кассового аппарата в районе от 500 гривен. Вот такие приблизительные расходы. Кроме того, за обслуживание модема в том или ином банке в среднем берут 3% от продажи. Это выйдет ежемесячно от 2 тысяч и выше. У предпринимателя Александра Ялпачика по городу три торговых павильона, где продают продукты питания. Сейчас мужчина боится потерять свой бизнес. Большинство предпринимателей, которые работают в законный способ, то есть имея все разрешительные документы, не потянут такую нагрузку. Или уйдут в тень, или закроются. Потому что очень мало таких людей, которые имеют возможность купить и оплатить этот кассовый аппарат и в дальнейшем его обслуживать. Фискальные службы уверены, новшество наоборот поможет вывести бизнес из тени и контролировать объем денежных средств, которые предприниматели нередко занижают. А кроме того, поможет защитить права потребителям. Куча идет жалоб. Да я думаю, вы тоже сталкиваетесь. Покупают на базаре что-то там или где-то в магазине. Ни чека не дают, ни квитанцию. Оно бракованное, оно расползается. У меня этих жалоб заходит куча. Они даже не могут потом пойти в суд и доказать, что они купили здесь. Потому что предприниматели наши, ну, как бы, конечно, не все такие, говорят, вы у нас не покупали. В фискальной службе объясняют, от обязательной установки кассовых аппаратов освобождаются предприниматели, которые торгуют на рынках и передвижной бизнес. Кроме того, те, кто установит кассовый аппарат до 1 июля, на полтора года освобождаются от так называемых фактических проверок. Все же переживают о том, что сейчас поставят аппарат и налоговая замучает их и так далее. Это да, ставьте аппарат до 2017 года, тренируйтесь, пробуйте, подстраивайте. Ну, специально дали, чтобы, так как постоянно говорят, что поставим аппарат и все, все рухнет. Нет, ставьте аппарат и у вас будет почти сколько, полтора года на тренировку. В профсоюзе предпринимателей предостерегают, введение кассовых аппаратов может спровоцировать новый виток подорожания товаров и услуг. Там уже написали письмо президенту Украины, в котором просят отменить ряд изменений в налоговом кодексе.